МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С новым директором Мариной Игнатович. Доброе утро! Доброе утро! Марина, мы знаем, что вы совсем недавно стали директором Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского. Мы поздравляем вас с этой должностью. Расскажите, сколько уже библиотечное дело в вашей жизни? Ну, наверное, с самого раннего детства, потому что моя мама была библиотекарем. Работала в библиотеке, и я помню в своей, я из сельской местности, я даже помню вот скрип двери, как дверь открывалась в нашу библиотеку. И для меня была большая вот такая радость, когда книги размещались на полках по возрастам, там, второй класс, пятый и так дальше. И я вот с каждым годом там, я понимала, что я могу уже больше читать. И с интересом переходила от этого стеллажа к стеллажу. Раньше, наверное, своего возраста читала там, унесенные ветром, какие-то такие поющие в терновнике, и очень радовалась этому всему. Ну, вот мне мама предложила, то есть по маминому совету, поступить на факультет библиотековедения в университет культуры. Ну, и так вот была выбрана профессия. Такая преемственность семейная дела. Преемственность, и у меня еще вопрос, то есть обычно же бывает, что если родители что-то навязывают, либо прям предлагают настойчиво, да, то дети, наоборот, это отвергают. Какое-то отторжение, наоборот. У вас это случилось именно любовь, вот как раз от мамы. У меня случилось, да, и я, в принципе, никогда и не жалела о том, что да, если уже что-то делать, то делать хорошо. Ну, и вот я училась, хорошо училась, и была направлена по распределению в Гродненскую областную научную библиотеку имени Ефима Карского. Но когда приехала, то многие, вот нынешние мои коллеги говорили, что нет, приехала на определенное время, отработает, уедет. Ну, так получилось, что это моя первая, единственная библиотека, вот такое место рабочее. И мне кажется, что лучшей библиотеки в нашей стране нет, чем в Гродненской. Потому что отсюда вот они меня учили, скажем так. Это первое рабочее место. Особенности библиотеки. И, кстати, да, когда я училась в Минске, то очень любила, посещала библиотеки. И мне казалось, что вот когда я еду в Гродно по распределению, я приеду точно в такую же библиотеку, как Минская областная библиотека имени Александра Сергеевича Кушкина. Но все оказалось не так. У каждой библиотеки есть свои особенности. Я даже представляла то, где я хочу работать, в каком читальном зале. Вот. Но все случилось совсем по-другому. Расскажите, ну, нам очень хочется, в принципе, узнать о ваших планах, о планах библиотеки имени Карского, которые в ближайшее время вы, как директор, уже планируете осуществить. Да, я в библиотеке областной, конечно, не новичок. В этой библиотеке много лет и работала долго заместителем директора. Конечно, первое, что продолжить то, что было сделано моим учителем, моим директором, моей предшественницей, те традиции, которые, в принципе, мы вместе и делали. Но да, много есть проектов, те, которые мы хотим реализовать, и уже приступили как в живую, так, конечно, и в онлайн-формате из последних, как бы, тех ситуаций, которые сложились. Но что касаемо, в первую очередь, я бы, конечно, сказала, что акцент мы делаем в последнее время на работу с фондом. Ведь зачастую люди, приходя в библиотеку, они не знают, чем владеет библиотека, что находится в тех наших книгохранениях. Поэтому, да, акцент на выставочную деятельность. Вот буквально вчера мы открыли у себя новый выставочный проект «Имя в книге». Оказывается, что даже в фонде нашей библиотеки почти 400 отдельных экземпляров изданий, в названиях которых присутствует имя. Но одно дело собрать, одно дело их выставить в одном месте, а другое подготовить информацию. Ведь есть очень интересные факты, которые можно найти именно в книгах, как, например, вот приведу пример, Анна Каренина. Оказывается, прототипом главной героини была дочь Александра Сергеевича Пушкина, с которой был списан внешний образ. Да, она не покончила жизнь самоубийством под поездом, но, в принципе, в той местности, в Ясной Поляне, такой случай был. То есть именно библиотекари могут откопать такие интересные факты и удивлять этим людей, как всем нам знаменитый дядя Степа, да, кто его не знает. Но, оказывается, это был абсолютно вот такой, да, живой пример, живой человек, на которого называли Каланча, который великан, который не мог ехать в трамвае. Но интересно даже, что вот посетив нашу выставку, кто-то может для себя и найти свою тезку. Я уже нашла, оказывается, у испанского автора, есть роман фантастический, который называется «Марина». Так что я для себя тоже открыла, потому что, да, я библиотекарь, но я всего не знаю. А Марина там что делает? Она главный герой? Она главный герой, и назвал он свой роман именно этим именем. Мне приятно. Скажите, такой вопрос. Наверняка библиотеки вообще принимают участие в каких-то конкурсах, в каких-то соревнованиях между библиотеками, мало ли. Расскажите, может, об этом. Есть что-то такое? Какие-то планы, возможно. Есть ли планы побеждать? Да, но в основном наша библиотека областная сама выступает как организатор конкурсов различных. Вот, например, я думаю, что многие слышали про то, как мы там проводили конкурсы творческих работ на лучшую самодельную книгу, конкурс «Архитектурные памятники Малой Родины» – это были сделаны макеты, конкурс «Фотолетописи», когда люди, жители нашего региона, Гродинской области, собирали какие-то уникальные материалы, а мы пополняем таким образом свою коллекцию уникальных творческих изданий или работ. На 2021 год мы взяли немножко другое направление, мы решили все-таки акцент сделать только на книгу, только на книгу и объявили конкурс буктрейлеров «Среди молодежи читай, советуй, продвигай». То есть хотелось бы, чтобы молодые люди друг к другу через такие видеоролики, которые, в принципе, популярны все в молодежной среде, посоветовали друг другу, что читать, что актуально. Но и наша библиотека, областная библиотека является методическим центром для публичных библиотек Гродничины, поэтому, чтобы как-то их тоже стимулировать, мы проводим конкурс тоже на лучший проект по работе с молодежью. Вот надо найти то самое такое уникальное, какое-то необычное, что могло бы привлечь молодых людей в библиотеку. То есть разные формы могут быть, используя те же социальные сети, используя совсем другие, может, формы, мероприятия, непривычные для классической библиотеки. Поэтому творчество, фантазия – только вперед. 31 января мы отметили День белорусской науки. Вся страна – это значимый и важный праздник. Библиотека имени Карского, она не зря, все-таки именно научная. Вот расскажите, какое внимание науке уделяется вашей библиотеке? Возможно, научной литературе и так далее? Да, конечно, то, что мы уделяем, когда приобретаем издание, конечно, особое внимание уделяется научной литературе, для того, чтобы люди могли использовать это в своей деятельности. Для нас это тоже очень важно. Поэтому, да, у нас действовали и действуют в рамках этого праздника. Мы организовали выставки, просмотры литературы. Мы тоже издаем свои сборники, проводим научные конференции различные, издаем сборники материалов. То есть тоже свой такой вклад в научную деятельность. В белорусскую науку. Да. А может, какие-то проекты, связанные с наукой? Ну, конечно, да, мы тоже в 2021 году совместно с нашими вузами, библиотеками вузовскими тремя, у нас такой проект научное чтение. Как раз год народного единства. Мы объединились для того, чтобы тоже вот вузы, которые занимаются наукой, научная библиотека, будем тоже внедрять вот такой интересный опыт. Не знаю, как получится, но на самом деле нужно, получится хорошо. А что планируется в рамках этих научных чтений? Как это будет выглядеть? Это будут и студенты, и преподаватели, возможно, даже ректоры, если, да, это будут и научные, и доклады. Но я думаю, что мы договорились, что мы вместе будем читать и художественную литературу, да, потому что это интересно, и тоже можно проявить себя так необычно. Еще вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот недавно, да, смотрел передачу, где в библиотеку именно люди приходили как в туристическое место какое-то. То есть что-то там красивое. Скажите, у вас это как-то проявляется? Конечно. В библиотеке? То есть как туристам можно прийти, что-то посмотреть? Да, 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 сейчас расскажу вам. Ну, во-первых, то, что у нас 4 здания наша областная библиотека занимает, и одно из них дома Лиза Жешко. Это уже, ну, это уже сразу всем понятно, да, что там благодаря сотрудникам нашей библиотеки создана мемориальная комната, посвященная жизни и творчеству Лизы Жешко, и выучены вот все эти крупицы, то есть мы проводим, и при том не только мы можем там на русском, белорусском, польском, английском, французском языке провести экскурсию. Можно посмотреть фильм, посвященный Лизе Жешко. Можно для того, чтобы было более интересно, опять же, молодому поколению сделала такая экскурсия типа квеста «Тайны дома Лизы Жешко». Поэтому, ну, и те наши мероприятия, как там летний балл у Лизы Жешко, мы очень ждем, июнь месяц, готовимся к нему, то есть это как одна из традиций. Но уже год мы находимся, главный корпус библиотеки находится в здании Национального банка бывшего, да, где тоже очень историческое место, которому вот по многим сведениям в этом году исполняется 90 лет. И у нас в этом главном корпусе, который нам вот так повезло, и мы переехали, то есть уже есть очень много уникальных вещей, как там дверь 1931 года массивная, за которой хранились драгоценности, деньги, да, теперь хранятся лучшие издания, там уникальные светильники и масса всего интересного, которое тоже привлекает людей, и нам есть что показать. И мы решили сделать вот такой творческий проект в этом году, прогулка с библиотекой по городу, прогуляемся с библиотекой по городу, то есть мы же владеем информацией, у нас много, мы можем подготовить, вот такие будут проходить, и уже проходят они, обзорные тематические лекции, можно пройтись с сотрудником библиотеки, узнать литературные маршруты города Гродно, то есть где жили те люди, которые писали произведения, можно по еврейским местам пройтись, к дню Святого Валентина тоже у нас есть замечательная такая задумка прогуляться и показать, Гродно. Самые романтические места, да. Ну и, конечно, вот уже готовим такую, не экскурсию, а прогулку, скажем так, которая будет знакомить с кофейными местами, ну то есть историческое, ну и заодно можно с дегустацией сделать. Так что я думаю, что как для гродненских наших людей, которые очень любят свою историю, так и для гостей, вот это наша такая новинка 2021 года. Ну я не гость города, но меня заинтересовало. Ну конечно, конечно, 14 февраля пойдешь? Обязательно. В общем, очень рады. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию, рассказали о новинках, которые планируется в библиотеке. Поздравляем вас с наступившим Днем науки, еще раз поздравляем с твоей должностью. Приходите к нам еще обязательно, рассказывайте о библиотеке имени Ефи Макарского. Успехов вам больших в вашем нелегком труде. И приходите в библиотеку, читайте наши добрые, интересные книги. Спасибо, спасибо, читать мы любим. А мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня была Марина Игнатович, директор Гродненской областной научной библиотеки имени Ефи Макарского. Поговорили о книгах, поговорили о библиотеке, ну и, конечно же, узнали планы научной библиотеки на 2021 год. Ну а мы продолжаем, друзья.